Готовлюсь к предстоящему сезону, в частности к выводу маток. И вот хочу немного усовершенствовать китайский шпатель. Многие, наверное, пчеловоды работают китайским шпателем для переноса личинок. Вот и я им работаю. Ну неудобно, то что подсветку, налобный фонарик одеваешь, им как-то неудобно подсвечивать. И вот я нашел вот такую вот зажигалку, ну с фонариком которая. Сейчас вот эту часть я излипаю. Вот такая вот, с батарейками, со светодиодиком. И сейчас прикреплю ее на шпатель. Так, термоусадочная трубка. Это большая будет. Это маленькая. Ну сейчас вот это попробую. Ну как раз и подрезать ничего не надо. Наверное, я вот этот китовый ус вытащу, чтобы не повредить его. Отлично. Как раз, к сожалению, нету диаметра термоусадочной трубки. Ну подобрать, я думаю, несложно будет. Так, ну немножечко. Так, ставим так, чтобы... Да, вот так вот направление, чтобы было выбрано правильно. Потому что буду работать вот так. И вот как раз отсюда он будет подсвечивать. Так, немного сейчас ужимаем. Аккуратненько, чтобы не спалить. Ну че. Вот так, обтянуло все. Мы вставляем вот эту часть. Так, ну и что получается. Ну, вроде ничего. Вот, как раз, будет подсвечивать. Забрал личиночку и столкнул. Ну так получилось. Вот здесь немножко еще добавил термоусадки. Фонарик сам немного прокручивался. Вот здесь немножко добавил. Ну теперь стоит жестко. Не крутится. Ну, то есть вот так вот взяли в руку. Подсветили. Личиночку забрали. Ну, и в мисочку столкнули. Ну, в сезон испытаем. Ну, я думаю, намного будет удобней работать с такой подсветкой. Все, всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.